Привет-привет, это канал с самыми актуальными новостями из мира высоких технологий 15 лет раскопок, моделирования и эксперименты позволили сделать вывод, что библейская история о разрушении Содома и Гоморры может иметь под собой историческую основу. Впервые публичная идея о падении крупного метеорита на Ближнем Востоке около 3600 лет назад начала обсуждаться в ноябре 2018 года. С этого времени все усилия были направлены на поиски надежных доказательств этой теории. Сегодня ученые ставят точку в исследовании, событие было. Взрыв метеорита в атмосфере в представлении художника. Источник изображения, Аллен Уэст энд Дженнифер Рис, Сисиба Энди ядро кометы, небольшой астероид или метеорит, сравнимый по размерам с упавшим в России в 1908 году в бассейне реки Подкаменная Тунгуска, взорвался в небе на высоте 4 километра над ближневосточным городом Тели-эль-Хаммом. Вспышка, сопровождавшаяся ростом температуры до 2000 С и больше, выжгла все в радиусе десятков километров, а последовавшая вскоре ударная волна разметала все вплоть до фундамента зданий. Перед учеными в процессе раскопок возник полутораметровый слой смеси обожженных остатков зданий, утвари и породы. Объяснить масштаб разрушения военными действиями, пожаром и извержением вулкана не представлялось возможным. Для подтверждения космической версии катастрофы, создавшей в районе поселения невообразимые сочетания температуры и давления, были изучены многочисленные образцы слоя. Так, в слое были найдены алмазоподобные крупицы, которые невозможно синтезировать при обычных условиях. Оплавленные частицы металлов в виде брызг после испарения и остывания, а также раздробленные микрокрупицы кварца, что сложно представить, все это и многое другое свидетельствовало, что на большой площади в считанные секунды давление возросло до 5 гигапаскалей на дюйм 2 секунды одновременным ростом температуры до более чем 2000 С и современная география местности. Источник изображения, НАСА и судя по всему, именно это событие нашло отклик в библейской истории про Содом и Гоморру, уничтоженных за грехи. Кстати, ударная волна докатилась до лежащего в 20 километрах от Телли-эль-Хаммама и Ерихона, что породило еще одну библейскую историю с внезапным разрушением городских стен города и о его сожжении, глазом с неба. Загадкой во всей этой истории остается факт, что местность, довольно плодородная для этого региона, не заселялась людьми еще около 600 лет. Ученые полагают, но подтверждения этому пока нет, что взрыв небесного тела мог привести к испарению вод Мертвого моря и обильному внесению соли на поверхность Земли. Лишь после того, как осадки вымыли почву от солей, жизнь вернулась в регион, на что потребовалось 600 лет. Если видео было вам интересным, пожалуйста поставьте лайк и подпишитесь на наш канал.